Ненцы, русские, коми, татары, азербайджанцы и другие представители народности, проживающие на территории округа, отметили День народного единства. Главным событием праздника стал фестиваль национальных землячеств «Венок дружбы». Он прошел во Дворце культуры Арктика. На восьми разных языках со сцены приветствовали всех гостей. Чуваштей день, девчонки, хирюлья салам! С праздником! С Днем народного единства! Всего праздник объединил более 20 национальных и территориальных землячеств, каждый из которых представил свою культуру в одежде, танцах и национальных блюдах. Самый богатый стол был у представителей азербайджанской диаспоры. Очень вкусно! Расскажите, как готовится такой плов? Да, это наше настоящее азербайджанское блюдо. Называется плов. Но оно очень вкусное. Это натуральное мясо с рисом. Представителям татаро-башкирского землячества на праздники тоже было чем похвастаться. Гостей фестиваля они привлекали богатыми национальными костюмами. Сказать по правде, костюмы эти не являются народными. Это концертные костюмы. Но элементы в любом случае соблюдены. То есть, например, вот эти валаны говорят о речных просторах. То есть, с этим связано. Если говорить о узорах, то это о богатстве, скажем так, леса, луга, поля. В общем, с природой все связано. Все это связано с природой. И все это вышивалось, естественно, вручную, что говорило о том, какая там девушка мастерица в своем деле. Представители чувашского землячества Юман, что означает древо жизни, на этом фестивале тоже отличились. Они угощали целебным напитком всех желающих. У нас вот чай липовый. Липовый чай из трав. Только чисто натуральные продукты. Вот вам просто, пожалуйста. Конфеты, птичье молоко, чувашское производство. Это все, как бы, все привезено из чуваши. Сами, как бы, стараемся, привозим все пасков и стараемся показать себя, что вот здесь чуваши, чувашская нация, что мы здесь со всеми наравне. Фестиваль «Венок дружбы» собрал более 20 национальных и территориальных землячеств. Организаторы праздника, этнокультурный центр, клуб земляков и дворец культуры Арктика особенно постарались. Здесь можно было не только увидеть и попробовать на вкус культуру разных народов, но и побывать в краеведческих уголках. На одном из них учили делать сердце русской избы. А раньше стояли вот такие печи. Как ложить печи, это передавалось по истории от деда к отцу, от отца к сыну и так дальше. Меня, например, это все обучал мой дядя Кисляков Федор Павлович. Ну вот, я показываю детям, как это нужно. Всего в фестивале национальных культур, который проходил в День народного единства, поучаствовали более тысячи людей разных религий и национальностей. По словам организаторов праздника, такой межнациональный венок дружбы удалось сплести благодаря общей любви к России. В округе появился символ семьи, любви и верности – скульптура святых Петра и Феврони Муромских. Памятник самой почитаемой семейной пары России в округе установлен благодаря общенациональной программе в кругу семьи и поддержке нефтяной компании «Башнефть-Полюс». Накануне открытия памятника самолетом из Москвы для освещения скульптуры прибыла икона с мощами Петра и Феврони. В аэропорту ее встречали церковнослужители. Святой образ Наринмар доставила представительниц общенациональной программы в кругу семьи. Эта организация занимается установкой композиций Петра и Феврони Муромских в разных городах России. И приехала в город Наринмар для того, чтобы установить очередной памятник святым. Как долетели? Отлично. Сама являюсь уроженкой города Наринмара. Только год 22 года назад уехала. Мне не вернулось. Да, мне очень приятно. То, что наконец-то приехала в родной город и привезла этот памятник. Из аэропорта икона Петра и Феврони отправилась в главный окружной храм. В Богоявленском соборе образ ждали почитатели святых. Икону покровительности счастья, любви и благополучия на следующее утро доставили в поселок Искатели. Там прошло торжественное открытие памятника. Место для влюбленных выбирали долго вместе с жителями округа. И решили, что благоверные Петр и Феврония будут украшать парк у здания поселковой администрации. Наверное, не случайно и знаменательно и промыслительно этот памятник стал так, что он указует каждому путь к Богу, путь к храму. Святые благоверные князья взирают на эту благолепную, пока еще малую, часовню храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Это первое иконное извояние святых покровителей семейной святыни от Кольского полуострова до Чукотки. Такое извояние в нашем округе появилось благодаря не только общенациональной программе в кругу семьи, но и при поддержке нефтяных компаний «Башнет Полюс» и «Лукойл Севернефтегаз» в рамках социально-экономического сотрудничества. По словам губернатора округа Игоря Кошина, этот мемориал станет любимой точкой свадебного маршрута молодоженов. Я думаю, что уже в ближайшее время все наши молодожены будут обязательно приезжать сюда, и это станет таким очень правильным примером для подражания, ведь основа любой семьи – это, прежде всего, любовь и верность. Именно эти чувства, любовь и верность изобразил в своем творении автор скульптуры Константин Чернявский. Православный памятник Петру и Февроне выполнен из бронзы. По мнению самого мастера, этот материал идеально передает теплоту отношений пары. А голуби в руках влюбленных – символ семейного очага и мира. Такой культурный подарок высоко оценили жители округа. Для меня это вообще красота необыкновенная. Я сегодня рано утром пришла, потому что я работаю, иду рано, прихожу поздно и думаю, ну где-то сколько. И я настолько обошла ее несколько раз, стояла, любовалась, не знаю как. Это нужно, большое. И, во-первых, мы не избалованы такими событиями, такими праздниками, такими вот скульптурами. И, наверное, когда в поселке тоже есть вот такие скульптуры, то, наверное, как уже было сказано, что есть куда сходить, есть что посмотреть, есть что вспомнить, есть чему поучиться. Даже история создания этого памятника, наверное, она нужна не только нам, но и нашим детям. Памятник выполнен очень хорошо. Мне понравилось все. В нем изображено все. Все черты, все мелкие вещи, которые не замечают, все равно выполнены. Памятник замечательный. Конечно бы хотелось, да, чтобы таких было побольше у нас. И ведь у нас мало тут разных церквей. Да вот хотелось бы, чтобы были памятники церкви тогда, чтобы народ, Бог ушел. И вот так вот весь народ просветится. Анастасия Боярская из Ненецкого округа стала победителем конкурса «Доброволец России-2016» в номинации «Социальное волонтерство. Помощь детям». Высокую награду в сфере добровольчества девушка получила по итогам финального конкурса, который прошел накануне в Санкт-Петербурге. В очном этапе конкурса в Северной столице за высокое звание «Доброволец России-2016» боролись лидеры, руководители и активисты добровольческих, волонтерских и некоммерческих организаций. По словам руководителя творческой студии «Чудо-ручки» Анастасии Боярской, ее проект «Талант в каждом» прошел все этапы конкурса и стал одним из лучших среди полутора тысяч работ волонтеров из разных уголков России. Всего за 90 секунд выступления перед экспертами девушки удалось не только рассказать о своей волонтерской деятельности и проекте «Талант в каждом», но и заработать высокие баллы. «Талант в каждом» – этот проект победитель, направлен на развитие декоративно-прикладного творчества среди детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также малообеспеченных и многодетных семей. Кроме награды за развитие добровольчества, Анастасия Боярская получила рекомендации на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова